здравствуйте дорогие друзья сегодня с вами алла брускина спешите делать добрые дела так называется книга которая есть нашей библиотеке и так я решила назвать нашу с вами встречу в рамках проекта книжный вернисаж цикл писатели детям хотя все книги о которых я буду сегодня говорить это конечно же книги для семейного чтения а значит и для взрослых и для детей ну а в эту книгу в этот сборник вошли произведения знакомые и детям и взрослым произведения аркадия гайдара валентина асеевой михаила зощенко евгения пермика виктора драгунского владимира железникова но об этих авторов я хотела рассказать подробнее поэтому хочу представить вам книги и на этих некоторых из этих писателей которые есть детском отделении библиотеки имени короленко на фестивальной и начать хочу с книги для младших школьников эта книга юрий яковлева я иду за носорогом книга в которой автор рассказывает о детях которые дружат собаками бегемотами вообще очень любит животных всем вам известен мультфильм умка а теперь вы будете знать что он создан по рассказу юрия яковлева а меня очень заинтересовал рассказ который называется у человека должна быть собака и эту фразу услышал мальчик герой этой сказки жека который пришел в охотничий магазин за поводком для своей собаки собаки у него не было он на ней лишь мечтал как мечтают многие дети но родители были против правда папа который когда в нем просыпался мальчишка как говорила мама тоже вспоминал что в детстве хотел иметь собаку это же ему родители и и не покупали рассказ очень добрый поначалу грустноватый потому что разные происходят истории с жекой и кусает его овчаркой он лечится и делает уколы от бешенства но заканчивается все очень хорошо у него появляется щенок и юрий яковлев показывает нам что вот эта вера любовь к животным к собакам то есть вот эти все истории не не убили в нем веру и любовь к животным все заканчивается хорошо виктор драгунский денискины рассказы известные конечно же и взрослым и выросли на них многие папы мама может быть и бабушки дедушки современных мальчишек и девчонок у нас несколько изданий этой книги в частности вот эта большая книга рассказов здесь очень хорошие иллюстрации и есть здесь один из рассказов хитрый способ вот такая история такое количество посуды было в семье дениске и он придумал хитрый способ как помочь маме справиться с этой проблемой ну а вы подумайте какой бы вы придумали способ на дениска это прототипом дениски является сын автора отец этих историях сам автор евгений пермяк книга на все цвета радуги этого писателя по праву считают мастером современной сказки он обращается к народной поэзии но главной темой сказок сказок рассказов его является всегда труд и утверждение высоких нравственных начал есть много замечательных рассказов но я хотела бы остановиться вот на этом рассказе который называется надежный человек герои этого рассказа мальчика и девочка они сидят за одной партой мальчик смелый а девочка труслива мальчику очень не нравится сидеть с такой аси который всего боится и он а ее не пересаживают тогда он решает принести ей страшного большого паука в банке думает что если он ее напугает как говорится клин клином вышибать но она испугалась еще больше отсела от него и тогда учительница рассказала мальчику интересную историю сами тоже сможете прочитать и закончилось и тем что на следующий день андрюша пришел к подъезду асиного дома и предложил оси что будет ходить с ней школу и таким образом рядом с андрюши она вдруг почувствовала себя сильный и смелый михаил зощенко галоши и мороженое это книга для младшего школьного возраста вообще приключения сорванцов лёнь лёли и миньки дают возможность вернуться и взрослым в детство вспомнить о своих жалостях и проказах в общем-то это озорные истории но в то же время и поучительные и один из таких таких историй называется не надо врать о том как минька который пошел первый класс вдруг получает единицу но почему это случается случилось не вы узнаете из этого рассказа очень забавно и точно описано это школьная действительность это то как первоклассники не могут и усидеть на месте мешают друг другу но суть в том что он не выучил стихотворение получил единицу и обманывать родителей ему не хочется но и он знает что из-за этой единицы мы не подарят фотоаппарат и вот и сестричка лёля ему дает совета что можно заклеить дневник но он рассуждает с дневником руках в парке и оставляет его случайно на скамейке радуется что дневника нет нет этой проблемы на следующий день говорит учительнице что дневник он потерял ему выдают новый и ставят еще более жирную единицу тогда он с горяча выбрасывает за шкаф прямо в кабинете в школе в классе и снова приходит домой без дневника на следующий день снова дневник учительница новой выписывает записывает опять единицу эту но тогда он заклеивает эту страничку папа ничего ни о чем не подозревает и вдруг в этот день вечером приходит женщина которая приносит тот первый дневник а потом минке становится стыдно и он признается папе что есть еще третий дневник который за шкафом в школе ну и папа говорит люди которые идут на вранье обман смешны и комичны потому что рано или поздно их вранье всегда обнаружится и не было на свете случая чтобы что-нибудь из вранья осталось неизвестным и самое интересное что за то что менька рассказывает о том 3 дневнике папа и говорит ему что это мне дает надежду что ты больше не будешь врать и за это я тебе подарю фотоаппаратик и очень смешно что лёля думаю что папа теперь делает подарки не за пятерки за единицы весело рассказывает ему что она получил двойку по физике потому что не выучил уроки ну а ее папа конечно отправляет заниматься рассказы поучительные но написаны с юмором и я очень рекомендую эту книгу для совместного чтения а еще леонид пантелеев рассказ честное слово так называется и книга которую вы видите и это рассказ скорее о взаимоотношения взрослых и детей мальчик который дал честное слово когда в игре он сержант и охраняет во время игры пороховой склад а мальчишки забыли про него ушли домой а он состоит уже стемнело уже вечер но и этот мальчик не остался заброшенным потому что случайный прохожий которую кстати не смог позволить ему оставить пост привел майора который разрешил сержанту уже покинут пост этот рассказ наверно учит держать слово несмотря на обстоятельства и есть уверенность что этот мальчик у которого такие чудесные качества есть верность слову стойкость перед проблемами наверное станет и хорошим человеком честным стойким и волевым а из книги валентина осиевой я хотела бы прочитать вам маленький рассказ тут и говорить ни о чем не нужно рассказ как и книга как и раздел этой книги называется волшебное слово маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке подвиньтесь сказала ему павлик и присел на край старик подвинулся и взглянув на красное сердитое лицо мальчика сказал с тобой что-то случилось ну и ладно а вам то что покосился на него павлик не ничего а вот ты сейчас кричал плакал ссорился с кем-то еще бы сердито буркнул мальчик я скоро совсем убегу из дома убежишь убегу из-за одной ленки убегу павлик сжал кулаки я ей сейчас чуть не поддал хорошенько ни одной краски не дают а у самой сколько не дает но из-за этого убегать не стоит не только из-за этого бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала прямо тряпкой тряпкой павлик засопел от обиды пустяки сказал старик один поругает другой пожалеет никто меня не жалеет крикнул павлик брат на лодке едет кататься меня не берет я ему говорю возьми лучше все равно я от тебя не отстану веслу тащу сам в лодку залезу павлик стукнул кулаком по скамейке и вдруг замолчал что же не берет тебя брат а почему все спрашиваете старик разглазит длинную бороду я хочу тебе помочь есть такое волшебное слово павлик раскрыла вот я скажу тебе это слово но помни говорить его надо тихим голосом глядя прямо в глаза тому с кем говоришь помни тихим голосом глядя прямо в глаза а какое слово старик наклонился к самому уху мальчик мягкая борода его коснулась павликовой щеки он прошептал что-то и громко добавил это волшебное слово но не забудь как нужно говорить его я попробую смехнулся павлик я сейчас же попробую он скачал и побежал домой лена сидела за столом и рисовала краски зеленый синий красные лежали перед ним увидев павлика она сейчас же сгребла их кучу накрыл рукой а маму старик с досадой подумал мальчик разве такая поймет волшебное слово павлик боком подошел к сестре и потянул ее за рукав сестра оглянулась тогда глядя в глаза тихим голосом мальчик сказал лена дай мне одну краску пожалуйста лена широко раскрыла глаза пальцы ее разжались и сжимая снимая руку со стола она смущенно пробормотала как какую тебе не синюю пробку сказал павлик он взял краску подержал ее в руках выходил с нее по комнате и отдал сестре ему не нужна была краска он думал теперь только о волшебном слове пойду бабушке она как раз стряпы прогонит или нет павлик отварил дверь в кухню старушка снимала с противня горячие пирожки внук подбежал к ней обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо заглянул в глаза и прошептал дай мне кусочек пирожка пожалуйста бабушка выпрямилась волшебное слово так и засияло в каждой морщинке глазах в улыбке горяченького горяченького захотел голубчик мой приговаривала она выбирая самый лучший румяный пирожок павлик подпрыгнул от радости расцеловал ее в обе щеки волшебник волшебник повторял он про себя вспоминая старика за обедом павлик сидел притихший и прислушался каждому слову брата когда брат сказал что поедет кататься на лодке павлик положил руку на его плечо и тихо попросил возьми меня пожалуйста столом сразу все замолчали брат поднял брови и усмехнулся возьми его вдруг сказала сестра что тебе стоит ну чего же не взять волкнулась бабушка конечно возьми пожалуйста повторил павлик брат громко засмеялся потрепал мальчика по плечу взъерошил ему волосы эх ты путешественник ну ладно собирайся помогло опять помогло павлик выскочила за стола и побежал на улицу но в сквере уже не было старика скамейка была пуста и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки спешите делать добрые дела спасибо за внимание а